Еще раз доброе утро. Доброе утро, друзья. Меня зовут Виталик, я алкоголик. Я трезвый с 10 октября 2017 года, то есть 12 дней, 9 месяцев и 5 лет. Я живу в Израиле, в городе Натания. Моя домашняя группа называется Альтернатива. Это в городе Бадьян, тоже в Израиле, соответственно. Вы знаете, я ужасно волнуюсь. На самом деле, я очень сильно волнуюсь, потому что для меня это первый опыт подобного рода. Я на самом деле много спикерил последние годы. По мнению моего спонсора, даже слишком много. Он изредка дает мне пинка по этому поводу, что я слишком много говорю. Много спикерил на множество разных тем, и на живых группах, и онлайн группах, и репцентрах, и онлайн, и не онлайн. На форумах, конференциях, съездах. И не первый раз я спикерю вживую за границей, но вот в таком формате, два дня подряд, по 5 часов, то, что говорится, то, что называется one-man show, да, то есть такого у меня никогда не было. Поэтому, когда мне месяц назад где-то поступило вот это предложение провести, да, поучаствовать в данном мероприятии, первое, что я сделал, это, естественно, побежал к своему спонсору, да, ну, спонсор, спасай, помогай, да, то есть что, что, караул, да, как всегда. Вот, и еще к нескольким людям я обратился, чей опыт, чьи советы для меня очень важны, и все эти люди, ну, они мне давали разные советы, разные рекомендации, но в целом они начинали, вот, одинаково примерно они сказали, они сказали, Виталик, ты, как бы, езжай, для тебя это будет замечательный опыт, ты это заслужил. Вот, я хочу обратить ваше внимание, да, это для меня это будет замечательный опыт, да, это я это заслужил. Это не значит, что для вас это будет замечательный опыт, да, это не значит, что вы, что это то, чего заслужили вы, так как я знаю, что, по крайней мере, те люди, которым я обращался, вот, за рекомендациями, за опытом, каждый из этих людей сделал бы то, что вот предстоит сделать мне гораздо лучше, чем я. Более опытные люди по всем, по всем параметрам, показателям, но, но случилось так вот, что по тем или иным причинам они здесь не смогли быть, а я смог. Вот, поэтому, поэтому, вот то, что мне предстоит сделать, придется, предстоит сделать мне, я очень рад, я впервые в жизни вообще в России, никогда здесь не был, сам я родился в Беларуси в 80-м году. Да, да, если у Бога нет никаких других планов, на мой счет, послезавтра мне исполнится 43 года, из них 33 года я живу в Израиле, то есть, соответственно, вся моя история и выздоровление, и болезнь будет относиться к той стране, к Израилю. И, как я уже сказал, я обратился к людям, очень, ну, на мой взгляд, опытным, авторитетным, они мне давали разные рекомендации, советы, ну, советы у нас не приняты, у нас наоборот приняты, я все время слышу, мы не даем совета, мы не даем совета, да, то есть, я вот, скоро 6 лет в сообществе, по-моему, ну, самое большее, что мы здесь делаем, это даем советы друг другу, да, знаете, как для меня это, ну, мы придумали разные вот это вот, да, рекомендации, делим все. Делимся опытом, знаете, как для меня сегодня звучит это вот, делимся опытом, я дам тебе совет, но, поскольку я понимаю, что мой совет может быть хреновый, да, чуть что не обижайся, вот так вот для меня это вот сегодня звучит, да, мы не делимся, мы не даем совета, мы делимся опытом. И кое-что я себе вот записал, да, я готовился, я впервые в жизни готовился, серьезно готовился, я никогда в жизни ни к чему так не готовился, даже к собственной свадьбе я так не готовился серьезно, как к этому семинару, вот себе кое-что тут записал, выписал недели две или три, я сидел, что-то там делал себе какие-то пометки. Вчера вечером я открыл эту тетрадку, заглянул, думаю, мама, мама родная, кто этот человек, который здесь все это написал, да, я думаю, вот какие-то интересные мысли, какие-то это, ну, ладно, будет как будет. И последнее еще, что, наверное, я хотел добавить, я, ну, на самом деле не считаю себя каким-то там большим знатоком, специалистом там по выздоровлению, по 12 шагам, традициям, уж тем более концепциям, там, я не считаю себя каким-то там супер выздоравливающим человеком, духовным, я не считаю, не, более честно буду сказать, не то, что я не считаю себя, да, я, то есть я иногда считаю, в моей голове бывают разные мысли мне приходят в голову зачастую, но вот один из тех навыков, которым я научился благодаря анонимным алкоголикам, те мысли, которые приходят мне в голову относительно самого себя, сразу нести их спонсор, да, чтобы он поставил на место, потому что моя голова часто рассказывает мне, часто рассказывает мне те вещи, которых нету, как и хорошие мысли, так и плохие относительно себя. И вот, ну на самом деле, на самом деле, то, что я нахожусь здесь, и вы меня пригласили приехать сюда поделиться опытом, когда я скажу, что это чудо, ну на самом деле я ничего не скажу, да, то есть как-то словами выразить, объяснить, вот для меня, честно сказать, происходящее, я до сих пор в шоке, то есть, да, что вообще кто-то меня слушает, вот, та вещь, которая, вроде бы элементарные вещи, которые мы, я привык, как бы воспринимать, как само собой разумеющееся в сообществе, как я уже сказал, там, много спикерю, да, кто сейчас мало спикерит, особенно когда все вот эти зум-группы, зум-форматы появились, да, сотни разных групп и возможность спикерить в любое время дня и ночи, там, на всех континентах, по-моему, доводилось спикерить, но тем не менее, да, вот опять же, приглашают и за границей, вот я был и в Соединенных Штатах, вот буквально пару месяцев назад в Грузии на группе, там тоже спикерил, и, вроде бы, само собой разумеющееся, да, приехать, поделиться опытом, рассказать о себе, рассказать, там, о что-то, о выздоровлении, но ведь, ну, вот, если взять 6 месяцев, вот, с сегодняшнего дня назад, наверное, нету, ну, абсолютно ни одной вещи, ничего, чем я мог бы поделиться вообще с каким-либо одним живым человеком на этой планете, да, действительно, мне некому, нечего было рассказать, вот, вообще, от слова совсем, но кому интересно, что там рассказывает, умирающий, да, алкаш, ну, фактически, там, выживший из ума, находящийся на последнем, там, стадии алкогольной деградации, да, кто, кто-то меня слушал, сам себя, самому от себя было противно, да, абсолютно, и вот, да, сегодня есть какой-то опыт, да, опыт, как ему поделиться, но, правда, опять же, я не буду говорить, что это, вот, мой опыт, тоже, я часто слышу, вот, это, вот, на собраниях, это, делись только своим опытом, делись лично только своим опытом, но я не знаю лично, какой у меня, вот, мой личный опыт, да, на мое счастье, мой личный опыт, вот, тот, который мой, мой личный, он остался за, за дверьми анонимных алкоголиков, к счастью, да, вот, он остался там, ну, какой у меня опыт, там, я не знаю, как там, соседа заблевать посреди этого ну вот есть такой опыт там я помню опыт которым я очень гордился это когда вот рано с утра пораньше держишь руки этот стакан первым подносишь ко рту делаешь вот этот первый маленький глоток да и вдруг вдруг все внутренности которые показалось даже те о которых я не не подозревал существование которых они начинают вот наружу с невероятной силой рваться наружу и стоишь так ртом хватаешь воздух да мы там максимум делаешь каких-то нечеловеческие усилия чтобы удержать вот этот глоток внутри себя в горле чтобы он туда провалился я помню сколько сколько усилий это и какое мастерство ну какой опыт нужен был для этого да то есть потому что ну не разу да за много лет он не ушел обратно да он всегда в конечном итоге проходил туда куда надо то есть вот ну вот это лично мой опыт лично мой опыт потому что если у кого-то здесь есть тоже такой же похожий опыт я это не научился у вас до меня этому никто не учил мне это никто не рассказывал я нигде никогда не видел примера подобному да это вот лично мой опыт я сам этого достиг да то есть я я сделал это сам вот вот это я сделал сам не опять же у меня не было никаких примеров перед глазами я вырос родился и вырос в абсолютно нормативной хороший по всем по всем параметрам показателям какие хотите семье замечательная семья замечательные родители нормативные дедушки бабушки ну то есть у меня не было перед данным перед глазами каких-то примеров что я бы мог сказать вот да вот поэтому я стал алкоголиком то есть это было но тем не менее тем не менее оглядываясь назад то есть я я знаю что я ну скажем так судьбой наверное было предрешено мне стать алкоголиком я не буду рассказывать долго как я пил как я употреблял я постараюсь вообще избежать этого кстати я говорю это ну наверное на всех спикерских которые вот меня приглашают я самого начала я говорю что я не буду рассказывать долго как я пил как я употреблял в двух словах расскажу до я начинаю потом смотрю, хопа, уже, короче, спикерская к концу подходит, а я же вроде бы не планировал совсем рассказывать, то есть только в двух словах, только в двух словах, поэтому я, опять же, то есть, ну, действительно, вы все, наверное, прекрасно представляете, как пьют алкоголики, у меня достаточно еще богатый опыт, кроме этого, употребления разных наркотических веществ, но, тем не менее, все-таки я на сегодняшний день я понимаю, что я алкоголик, хотя для меня это было непонятно на первом самом этапе выздоровления у меня было, я ходил еще и в параллельное сообщество, у меня были такие, не знал, куда себя изначально пристроить, и, ну, опять же, вот как алкоголик, да, у нас иногда, там тоже часто нужно, как бы, доказать, не доказать, да, вот то, что я алкоголик такой же, какой-то у нас в сообществе, да, как будто туда, сюда все приходят, да, всем сюда надо, просто очередь стоит, и нужно вот рассказывать, что вот я, да, алкоголик, то есть, ну, иначе это, то есть, ну, вот, поверьте мне на слово, то есть, да, я, я действительно, я реально хронический, безнадежный, алкоголик, неизлечимый, там, там, я часто слышу, кто-то на спикерских рассказывает, там, вот я, там, пил 100 лет, там, у меня, там, 20 разводов, 40 нарколожек, там, 30 больниц, там, тот, там, в тюрьмах, тот, это, я всегда говорю, а кто, кому, кто был настолько талантлив, чтобы в 36 лет допиться до цирроза печени, ну, вот я допился, да, вот я этим могу, как алкоголик, я допился, да, я допился в 36 лет до цирроза печени, и, когда это случилось, ну, во-первых, я помню, я про этот момент хочу немножко рассказать, там есть несколько моментов, которые, ну, вот, мне кажется, явно показывают такой, какой я алкоголик, во-первых, я очень сильно удивился, да, то есть, я очень сильно удивился, когда я оказался в больнице, в реанимации, подключенный ко всяким этим аппаратам жизненное обеспечение, там, какие-то трубки у меня входили, какие-то выходили, там, все эти машины пикали, да, кислород, и я лежал, я думал, когда вот первый шок прошел от, вот, от случившегося, потому что я приехал в больницу, вот, как мне казалось, только для того, чтобы прокапаться, то есть, я чувствовал себя достаточно плохо, пошел, сдал анализы, через, там, день или два перезвонила мне мой домашний семейный врач, что называется, она перезвонила и сказала, ну-ка, быстро, короче, вот где-то есть, бери себя и едь в больницу. Ну, я действительно реально думал, ну, может быть, у меня там какое-то отравление, что-то, я приеду, там, прокапываю, там, максимум. Я приехал, меня сразу положили на носилку и везли в реанимацию. Оказалось, что я умираю, оказалось, ну, и, как я уже сказал, я очень сильно, вот, когда вот первый шок прошел от этого состояния, я лежал и думал, как же это произошло, да, что случилось, да, с чего, ну, вот, реально, да, вроде никого не трогал, сидел себе, пил, никого не трогал, да, вроде даже, там, кайфовал, да, ну, ну, пил, как бы, да, ну, ну, много пил, ну, окей, хорошо. Ну, мне всего-то, там, 36 лет, да, то есть, 36 лет мне даже в голову почему-то не могло прийти, что человек в 36 лет может быть алкоголиком. Там, я абсолютно ничего не знал про это заболевание, я не знал ни что такое алкоголик. Ну, мне в моем, как бы, представлении алкоголик, это вот всегда был какой-то такой, знаете, ну, взрослый дядька, да, ну, вот, я не знаю, вот, как Коля, да, вот, 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 ну, вот, да, там, ну, да, вот, 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 так вот алкоголик, и там, алкоголик, вот, я шучу, конечно, ну, опять же, для меня, вот, первый, вот, признак алкоголика почему-то всегда это был человек в возрасте. Ну, наверное, это те алкоголики, которых я видел в детстве, еще там, в Белоруссии, во дворе, которые ходили грязные, вонючие, заросшие, там, собирали бычки, бутылки. Правда, сейчас я думаю, что они были не такие старые, как мне казались, да, они, наверное, были достаточно похожи на меня, каким я был в свои 36 лет, но почему-то у меня было такое вот, что это взрослые дядьки, и, а я, вроде, такой молодой, красивый, еще там, до недавнего времени, там, совсем, там, может быть, лет 5-6 назад был достаточно здоровый и крепкий, и, ну, как такое, как это, как я могу быть алкоголиком, и как у меня может быть такие проблемы. Мне не сразу поставили диагноз царос печени, прошло пару недель, покуда врачи разобрали, что со мной происходит, потому что, на самом деле, почки и поджелудочные были даже в гораздо более худшем состоянии, чем печень. Ну, заняло у врачей время, даже у хороших израильских врачей, да, понять точно, что со мной происходит, поставить окончательный диагноз, перезапустить почки, чтобы они начали работать хоть как-то, и уже через пару месяцев, я впервые, пару недель, я услышал вот этот вот диагноз, да, царос печени, сказали. И я лежал и думал, как это могло случиться со мной, да, вот, ну, и я пришел для себя, я перебирал в уме разные варианты, да, тем более, что, как бы, заняться, приниматься особо нечем, кроме как лежать и стонать. Я много о чем думал, и я в конце пришел к поразительному для себя выводу, да. Я понял, ну, как это случилось, то есть, вот, мне казалось, ну, вот, бывают же там у людей от, я не знаю, от природы, генетики, да, вот, например, у меня плохое зрение, наследственно. А я не знаю, у меня вот с 10 лет начало портиться зрение, и вот с 10 лет я хожу в очках, да, вот, генетика. У меня мама всю жизнь ходит в очках, ее мама всю жизнь ходила в очках, у брата моего родного плохое зрение, ну, вот, наследственное что-то. Я пришел для себя к такому заключению, что, наверное, с печенью получилось примерно то же самое, да, что у меня наследственно плохая, вот, мне досталась плохая печень, некачественная, да, то есть, ну, а иначе как, ну, ну, ребята, иначе как, вот, я, да, мог допиться до цирроза печени в 36 лет, ну, это стопудово мне досталась некачественная печень. Вот, еще было, это вот как работает голова алкоголика, ну, причем на трезвую, да, правда, я был трезвый, наверное, первый раз за, ну, предыдущие 10 лет я не был трезвым ни одного дня. Я из тех алкоголиков, которые, вот, я не запойный алкоголик, я не входил и не выходил с запоев, я из тех, которые пил каждый день, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, но я пил каждый день. И вот это вот были мои мысли, да, виновата печень. То есть, о том, что виноват алкоголь, ну, мне даже не пришло в голову эта мысль, да, что, ну, проблема может быть в алкоголе, тем более, тем более, второй интересный момент был насчет алкоголя. Меня, на самом деле, никто там вот не говорил, никто не спрашивал. Когда я лежал в больнице, и по несколько раз в день приходили врачи, обследовали, там, вокруг моей, там, кровати собирался целый консилиум, там, приходил глава отделения, профессор, еще с ним там несколько врачей, они все сидели, смотрели на меня, качали головами, закатывали глаза к небу, там, ну, все молчали, да, со мной никто ничего не говорил. И я лежал, я был очень напуган, я помню, всем этим. И никто ни слова, ни про алкоголь, ни про алкоголизм, меня никто ничего не спрашивал, да. Один раз, один раз, через несколько недель был такой случай, что все врачи уже вышли, остался один такой молоденький, может быть, даже не врач, может быть, даже студент, не знаю, молоденький парень, он сидел, стоял, смотрел на мои вот эти вот, на мое дело, как я говорю, такое дело, да, там, что-то он сидел, не стал, тоже на меня смотрел, потом на него смотрел, потом в небо смотрел, потом опять на меня, потом это. И вот он стоял, стоял, долго так стоял, на меня смотрел, и в конечном итоге он мне все-таки задал этот вопрос, да, вот единственный человек, он мне задал вопрос, он мне говорит, слушай, а вот сколько ты пил, вот это все, сколько ты пил. И вы знаете, на тот момент я уже осознал, что моя ситуация очень-очень-очень плоха. Я понимал, что дела плохи. И как казалось бы логично и вполне естественно, но опять же логично и естественно, сейчас, как я это понимаю, человеку, который находится в таком состоянии, в такой ситуации, как я, быть абсолютно честным и откровенным перед врачом. Тебя врач спрашивает, сколько ты пил. Я тоже подумал, что стоит бы, конечно, наверное, сказать, сколько я пил. Это была первая мысль. А вторая мысль была, зачем ему это знать, зачем ему такая информация обо мне. И я сказал ему, ровно 50%. Вот я соврал, я ровно в два раза уменьшил и количество того, сколько я пил, по количеству алкоголя и количество того времени, по которому я пил. Ровно половину я ему сказал. Я помню, как у него, короче, вылезли глаза из орбиты, челюсть чуть ли не упала на это. Он на меня так посмотрел и говорит, слушай, ну ты реально, ты правда столько пил? Я говорю, ну да, я вот столько пил. Слушай, блин, ну как, человек как бы, ну не может столько человек пить, да, ты умереть должен был. Вообще скажи, я уверен, что мне все равно до конца не поверил, что я столько пил. Ну, я имею в виду половину из того, что я пил. Но вот, но я помню его удивление искренне. И вот в тот момент я здесь еще для себя отметил одну вещь. Я сказал, ага, ну значит вы вот, вот ни хрена вы про это не понимаете, да. То есть, ну вот, да, что, что, о чем мне с вами продолжать говорить, да. То есть, ну, я, конечно, понимал, что как специалисты, как врачи, они хорошие специалисты. Все, что относительно там выздоровления физического, печени, там, почек и всего остального. Я, конечно, слушался их советов, рекомендаций. Но я еще раз убедился, что, еще очередной раз убедился в том, что, ну, ну, даже врачи, даже специалисты, даже профессора нифига в этом не понимают, да. Нифига в этом не понимают. И, вы знаете, это вот, не первый раз я убеждался вот в том, что люди меня не понимают. Потому что, на самом деле, мне за более чем 20 лет самого, что ни на есть активного, и пьянства, и употребления наркотиков, и, на самом деле, я могу сказать, что у меня в жизни встречалось огромное количество хороших людей. Ну, вот, правда, всегда очень много хороших людей, которые действительно искренне хотели мне помочь. Да, то есть, я не могу сказать, что вот всем было там абсолютно всегда на меня наплевать. Нет, наоборот. Это и мои родители, и родственники, и близкие, и друзья, и даже начальник на работе. И, ну, много кто, много людей со мной говорили, мне там пытались дать какие-то советы, какие-то наставления, какие-то рекомендации. И сегодня, опять же, оглядываясь назад, я понимаю, что все, что они говорили, они говорили правильно. Они говорили правильные, умные какие-то нужные вещи. И даже тогда, даже тогда я понимал, что, в принципе, они правы. То есть, я сидел, я про себя всегда соглашался. Я говорю, я понимал, да, 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 все, что вы говорите, все, что вы говорите, это правда, это так и есть. но 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 не для меня но не для меня все что вы говорите все что это правильно это правильно для вас для вас это правильно но вы не имеете ни малейшего представления да что значит вот быть мной вы не имеете ни малейшего представления как это вот у меня как я себя чувствую как я что происходит у меня там внутри что самое смешное даже когда я говорил что вот вы не понимаете я и сам этого не понимал то есть ну вот я реально не понимал я некой я достаточно рано понял увидел что то как я пью то как я употребляю это ненормально потому что ну наверное это лишнее говорит что достаточно с раннего возраста то есть моё окружение то которое я выбирал самые друзья компании это были компании много пьющих и много употребляющих людей и мне было с кем сравнить себя и я достаточно рано начал сравнивать и я видел что даже в компании людей которые много пьют и много употребляют я делаю это как-то как-то по-другому мне нужно больше и мне нужно чаще мне нужно больше мне нужно чаще даже чем им и вот это вот как сказать лампочка зажглась до что я не даже не такой как они у меня достаточно рано я понял как-то там ну не то что понял что что-то там не то что чем-то я отличаюсь даже от этих людей но я никогда не мог понять в чем то есть ну вот у меня не было там я знал что мне нужно пить все время или употреблять все время но я не знал почему я не знал почему другие люди могут там сегодня выпить мои друзья завтра утром позвонить и сказать виталик пошли там утром на море я им говорю ребят давайте пойдем пить они говорят да нет ну вчера пили давай пойдем сегодня на море я говорю ну блин ну как бы я понимаю но море то оно вот море выпить же есть как бы нет пошли пошли вот для меня это было абсолютно никогда не вот непонятно да как можно делать что-то другое взамен того чтобы пойти пить или употреблять ну и и я понимал но на самом деле я не был настолько скажем так дураком чтобы не понимать не понять что скорее всего конечно проблема какая-то во мне что-то что-то был у меня такое скажем но если не четкое понимание то смутное предчувствие да скажем вот что что что-то не так это что я не могу оставаться и не хочу оставаться трезвым чистым это вот тоже я видел я понимаю но я действительно я не понимал почему я не понимал почему и я очень злился на людей поэтому меня ужасно злило и бесило вот когда мне говорили вот ну что ты не видишь что-то не понимаешь как ты пьешь почему ты так пьешь зачем ты так пьешь я видел я понимал да ну и но я не понимал почему вот как у нас написано в книге да иногда он может сказать правду а правда как ни странно заключается в том что он да не более чем вы представляете без зачем он выпил первую рюмку то есть вот меня спрашивали зачем меня это очень злило да я обычно отвечал очень грубо и очень по-хамски почему потому что ну я не знал зачем меня это злило я не знаю зачем я не знаю почему я не знаю я знаю что вот я вот должен должен не могу я по-другому а почему я не могу по-другому я не имел ни малейшего представления я думал у нас уже заканчивается время про употребление рассказываю да ну ладно значит надо переходить ко второй части так вот это вот в общих такая общая картина то что я представлял себя как алкоголе как я уже сказал пил я последние лет десять я вообще исключил состояние трезвости из своей жизни я пил каждый день я пил последние лет пять я пил весь день и и даже всю ночь да потому что даже ночью я просыпался для того чтобы выпить я не мог начать свой день не выпив пару стаканов и не мог заснуть не выпив пару стаканов и спать не мог да мне нужно было проснуться и догнать до чтобы чтобы продолжать спать и когда в больнице первую услышал вот это диагноз цирроз печени я жутко испугался да я жутко испугался я не знал в каком состоянии для меня тогда цирроз печени слышал как слышалось как смертный приговор да я тогда не знал что на самом деле у цирроза есть стадии да и какая стадия у меня что у меня оказалась та стадия которая еще лечится и слава богу на сегодняшний день я уже забегая вперед могу сказать что я физически абсолютно здоров хоть я продолжаю быть под наблюдением там раз в полгода хожу в больницу там делаю полное обследование но тем не менее на сегодняшний день я слава богу здоров действительно это чудо цирроз печени у меня был на самом-самом начальной стадии но когда я это услышал я помню я вот очень сильно испугался и я не знаю что меня больше испугал на самом деле вот если так подумать что меня испугало больше страх вот смерти или вот это вот мысль которая пришла вот такая отчетливая мысль такая все все касательно алкоголя да не жизни все то есть все я своя все я все я выпил я больше никогда в жизни не смогу выпить вот наверное это меня испугало вот эта мысль гораздо больше чем мы со смерти то есть я на тот момент понял что ну вот цирроз печени оставьте это приговор там жизни или смерти да это это приговор того что ну вот блин моя алкогольная карьера на данном этапе завершилась и я отчетливо понимал что я в жизни больше никогда не смогу выпить я даже не принимал этого решения что вот я не буду больше для меня это было настолько ясно настолько понятно и я был уверен что вот ну действительно это этого вот этого действительно хватит чтобы хватит придется до конца жизни оставаться трезвым потому что вот испытаны страх и плюс это было очень мучительное выздоровление моё состояние как я уже сказал был очень плохой я больше месяца лежал в больнице а для израиля это очень очень много да у нас даже после там операции на сердце или там на какие-то несколько дней может быть максимум неделю все иди домой месяц месяц в израильской больнице это очень очень много еще пару месяцев не лежал дома вы приходил себя выздоравливал покуда и ну реально смог вставать нормально с кровати и ходить и я был уверен что ну вот вот теперь то начнется то самое нормальное как мне как мне на самом деле всегда где-то на подсознании хотелось мне хотелось как бы я понимал что в принципе то как я пью и сколько я пью это ненормально это ненормально и мне где-то внутри всегда хотелось другого мне хотелось нормальной жизни какому-то те тех же друзей с которыми я пил но в какой-то момент там люди тоже там остепенились там семья дети учеба работа карьера брат мой родной на три года младше меня на тот момент уже женаты и двое детей карьера и там два высших образования у меня ровным счетом ничего вообще и мне тоже этого хотелось и но я вот всегда я помню когда я пил у меня всегда было вот это вот сегодня я выпью до завтра завтра вот вот это завтра до завтра я пить не буду завтра и как бы было хорошо думать о вот этом от этой трезвости которая наступит завтра и очень любил думать о трезвости когда был пьяным да и на и на пьяную голову это было так все классно так все интересно было столько много планов ну то есть это действительно это казалось вот ну вот классно да вот я стану начну там трезвую жизнь это проблема в том что на следующий день когда я начинал трезветь чуть-чуть да трезвость начинала там с минуты на минуту казаться все менее 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 привлекательной да и где-то уже там концу первой половины дня я понимал что так стоп стоп не сильно завтра 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 сегодня сегодня я еще выпью а завтра вот так вот продолжалось изо дня в день наверное последние года три может быть и до четыре вот и действительно реально изо дня в день я каждый день пил смысл о том что я сегодня пью каждый последний день а завтра вот я начну эту трезвую жизнь и всегда у меня казалось что у меня еще есть время вот это вот тоже я знаю есть иллюзия очень многих алкоголиков с которыми я общаюсь вот это вот у меня же еще есть время у меня еще есть время но но кей я понимаю что много времени потери что многое потерян но впереди же еще сколько время вот но вот все-таки мне там 25 лет 30 лет 35 лет ну что такое сегодня 35 лет 35 лет это еще за молодой человек да то есть еще вся жизнь впереди как мне казалось оказалось что все это не так и когда началась вот эта моя трезвость после больницы достаточно быстро случилось много хороших вещей но в первую очередь я начал выздоравливать физически достаточно хорошо да опять же слава богу у нас шикарная медицина хорошие врачи доступные медикаменты и я физически стал ну очень очень быстро поправляться врачи говорили что это ну это реально чудо но опять же говорили все-таки ты молодой человек да у тебя достаточно крепкий крепкий организм и и физически были очень хорошие прогнозы да и на работе там опять хотя меня до этого собирались уволить меня взяли обратно сказали нормально работой там слава богу что живой и какие-то вот внешние вещи стали приходить в порядок и вроде бы становилась как бы жизнь становилась лучше ну жить становилась хуже да то есть вот жизнь жизнь вот внешне вот эти вот вещи да работа дом там было но внутри я начинал чувствовать себя изо дня в день все хуже и хуже и хуже вот это чувство какой-то безнадеги чувство ну не знаю и опять же на сегодняшний день я понимаю ничего странного не произошло в том что через полгода я пошел пить то есть ну на самом деле там не про естественное в тот день нашел для себя какую-то причину да для того чтобы пойти пить что-то там я себе рассказал и и пошел пить но на самом деле на сегодняшний день опять же я понимаю что ну не было никакой причины да и не должно быть для хронического алкоголика не должно быть никакой причины чтобы пойти пить Никакой причины, никакого повода, никакого объяснения Хоть там можно рассказать тысячу и одной вещей себе Почему я пошел пить А по большому счету я пошел пить, потому что по-другому я не мог То, что я хронический алкоголик, я пошел пить, потому что я хронический алкоголик И хронический алкоголик, опять же, не должно произойти ничего для того, чтобы пойти пить Если хронический алкоголик ничего не делает, я тоже всегда привожу этот пример В репцентрах его ребята любят, я говорю, когда пытаюсь объяснить им про трезвость Я всегда говорю, ребята, ну вот, ну вы понимаете, что вам нужно что-то делать для своей трезвости А ведь это же не само собой разумеющееся, это не само собой понятно Если вот мы выйдем сейчас из этого помещения, да, вот встанем на улице Сколько там? Тысячи людей в минуту проходит, по-моему, по Невскому Остановить тысячу людей и спросить, вот, ребята, что вы делаете для того, чтобы быть трезвым? Ну, я уверен, что большинство людей посмотрят на меня как на идиота, да Что это за вопрос? Что значит я делаю? Что я делаю для того, чтобы быть трезвым? Ну, абсолютное большинство людей на этой планете не делают ничего для того, чтобы быть трезвыми Это их нормальное состояние, это их нормальное естественное состояние. И мне это было непонятно, что мне для моей трезвости нужно что-то делать. А если хронический алкоголик такой, как я, ничего не делает для того, чтобы быть трезвым, запой это всего-навсего вопрос времени. Чем дольше я отдаляюсь от своего последнего запоя, тем ближе я приближаюсь к своему следующему запою. Я не помню, отец Мартин говорил, у него было такое интересное выражение. Он говорит, алкоголик, у алкоголика даже в трезвости есть два состояния. Или он отходит от своего последнего запоя, или он готовится к своему будущему запою. Вот это хронический алкоголик. И поэтому, опять же, абсолютно естественно и понятно сегодня для меня, что я пошел пить. Я пошел пить, естественно, я пошел пить одну единственную рюмку. Причем у меня были мысли, я нифига не понимаю в медицине, я в этом вообще ничего не разбираюсь. И у меня были мысли о том, что я могу, наверное, выпить вот эту вот одну рюмку, или один стакан, я рюмками не пил, и возможно, возможно, это запустит в моем организме какую-то там реакцию, которая в конечном итоге неизбежно может привести к смерти. Потому что я не знал, может ли вот так вот один стакан водки повлиять на человека, у которого цирроз печени. Я не знал, я не был уверен, я знал, что существует такое, я думал для себя, что существует такая вероятность, и я даже думал, что эта вероятность, она достаточно высока. Но я решил, что со мной этого не произойдет, да, то есть и все равно, и все равно я пошел, я принял решение выпить эту одну единственную, этот один единственный стакан, я его выпил. Я хорошо помню этот день, когда я пил, это было, как всегда, утро рабочее, начало рабочего дня. Я пошел, выпил. Вот последнее, что я помню, вернее, первое, что я помню с того, это, что вот я выпью только одну, потом я ничего не помню, да, а потом я помню, что в какой-то момент уже в конце рабочего дня я сажился в автобус, чтобы ехать с работы домой, и я помню вот это вот состояние, да, когда я не могу, я стою там водителя, чтобы расплатиться, и я не могу, я не помню, я не могу то ли кошелек достать из кармана, то ли деньги достать из кошелька, то ли потом не могу подойти, сесть там на сиденье в автобусе. И когда я сажусь, я помню, я вдруг понимаю, насколько я пьян, да, и вот эта вот мысль опять же, а что случилось, ну, как такое, как такое произошло, что же случилось? Да, я же решил выпить только одну. Я сел, помню, для себя там что-то, пришел в себя пару минут, понял, что на самом деле я пил так же, как я пил, вот, я выпил ровно столько же, сколько я выпивал за полгода до этого, до больницы, то есть уже выпил, наверное, бутылку. И тогда, я помню, я тоже меня вот это испугало, да, то есть я понял, что, блин, вот, вот я выпил слишком много, и я решил для себя, помню, в тот момент, что все, вот здесь, вот здесь у меня было вот это решение, твердое окончательное решение, все, я больше не пью вообще никогда. Да, по дороге с автобуса домой, я все-таки решил, что стоит обмыть это дело, да, поэтому я зашел в магазин, да, решил, что раз уж я решил больше никогда в жизни не пить, да, то есть нужно же, ну, а поскольку я уже пьяный, да, то есть нужно взять еще бутылку и сегодня это вот, выпить, да, так, чтобы, ну, понятное дело, завтра, завтра, все, да, и как всегда, это завтра продолжалось еще полгода, это завтра продолжалось полгода, когда я пил тоже, ну, пил я как всегда, я пил каждый день, на мое счастье, я уже не могу, наверное, ну, как я могу предположить, на мое счастье, очень быстро наступила вот эта алкогольная деградация, то есть я буквально через пару недель, я так предполагаю, перескочил из второй стадии алкоголизма в третью, да, в окончательную стадию алкоголизма, когда организм уже отказывается принимать большие количество алкоголя, я вдруг к удивлению для себя обнаружил, что если до этого я мог выпить как бы запросто там полтора-два литра крепкого, да, то я не могу выпить, ну, вот я выпиваю один стакан и все, да, я даже не пьянею, мне просто, ну, напрочь сносит крышу, да, я настолько, ну, такое состояние полного отупения, полной такой деградации, да, и больше в меня не лезет, и через какое-то время, уже, может быть, там, через месяц-два я перестал есть, я перестал спать, я перестал там пить, ну, ничего, кроме вот алкоголя, которого я тоже не мог пить много, и вот это состояние, оно продолжалось, как я уже сказал, где-то примерно полгода, и я понял, вот в какой-то момент я, в принципе, я понял, я осознал, я осознал, что я умру, да, то есть я умру, я осознал, что я буду пить, я понял, что ничто меня не остановит, я обращался до этого, и тогда я обратился, и до этого обращался, да, опять же, психологи, психиатры, всякие медикаменты, бабки, гадалки, что-то было еще и еще и еще, множество разных способов и методов, которым я пытался как-то решить эту проблему, но всегда, я помню, всегда это вот было в конечном итоге понимание того, что что бы со мной не делали, что бы мне не предлагали, какую бы помощь, какое бы лечение, какое бы там что-то бы это вот не было, насколько бы эффективно оно не было, все это всегда заканчивается на мне, то есть это от меня в конечном итоге, что бы в меня там не вшивали, как бы меня не кодировали, куда бы меня не закрывали, что бы мне это не говорили, но в конечном итоге, это вот я против одной рюмки, и это от меня, от меня будет зависеть, выпить вот эту рюмку или нет, и я понимал, что на тот момент я понял, что, ну, что я в этой схватке, я проиграю, я проиграл, я знал, что до тех пор, покуда это будет зависеть от меня, а судя по всему, зависеть это будет всегда только от меня, я буду пить, я буду пить, а это значит, что я умру рано или поздно, скорее всего рано, и, скорее всего, от алкоголя, от последствий, от алкоголизма, и в какой-то момент я уже смирился, да, я вот, ну, можно сказать, полностью признал, что алкоголь меня, меня победил, первый шаг можно назвать это, но это на самом деле, это достаточно страшная вещь, первый шаг, когда ничего не знаешь про второй шаг, ну, наверное, нету ничего более ужасного, да, вот, чем вот это вот осознание полное бессилия, полного отчаяния, и не знание никакого выхода, я ничего не знал об анонимных алкоголиках, о программе, ну, вообще, ну, не слышал, и я помню вот в этом состоянии, вот это полное отчаяние и безнадёги, я пропил ещё, наверное, пару месяцев, и я не знаю, что случилось 9 октября 2017 года, вернее, нет, я знаю, что случилось, я не знаю, почему это случилось, и почему это случилось 9 октября 2017 года, то есть, этот день не отличался ничем от любого другого дня, это был такой же хреновый, ужасный, да, абсолютно день, да, он был, это был ужасный день, это был один из самых худших дней, как я говорю, это был, нет, это был самый худший день в моей жизни, но таких дней у меня было, да, наверное, каждый день на протяжении последних нескольких месяцев, самый худший день в жизни, я не знаю, что произошло, я не знаю, почему это произошло, произошло, я знаю, что просто утром того дня, уже утро было 10, не, 9, 9 октября 2017 года, я позвонил к отцу и сказал, слушай, ну, блин, меня надо закрыть, меня, меня надо закрыть, потому что я вот, я пью, и я, я, судя по всему, я вот, я, я сдохну, может быть, там, завтра, может быть, сейчас, вот, может быть, вот, вот, у меня там стоит, там, полбутылки, вот, каждый глоток, что я сделаю, это, может быть, последнее, что я делаю в этой жизни, вот, меня просто надо куда-то закрыть, просто для того, чтобы я, вот, не, не убил себя этим алкоголем, это не то, чтобы, там, меня нужно было закрыть, я, там, верил, что, там, меня, там, где-то что-то вылечат, мне, там, что-то помогут мне, там, что-то расскажут, нет, нет, я понимал, что, если, вот, я буду продолжать сидеть пить я ясну вот сейчас ну сейчас это опять же это вот скоро а я не хотел я вот на тот момент я понял что я не хочу умирать хотя мне казалось с этим смирился я с этим не казалось что я с этим смирился и я тоже это часто слышу на собраниях я это слышу час на собраниях алкоголиков может быть чуть больше чуть чаще я слышу это на собраниях наркоманов там ребята помоложе причем чем чем люди моложе чем чаще от них слышу да ну подумаешь мы все умрем мы все умрем мы все смертно знаете вот этого да я я я тоже так я бы я тоже такой был ну я реально тоже много казалось лет что такой бесстрашный ребят и ну я служил в армии я принимал участие в боевых действиях да ну я не считаю себя трусом я тоже казалось это что я не боюсь умереть я считал что я не боюсь умереть ровно того момента когда начал умирать вот когда в больнице мне сказали слушать ты умираешь ну вот я понял вот в тот момент я понял что ну вот ни хрена я не такой не не храбрый они об я боюсь умереть и у тем более не хочу умирать 37 лет там храброй смертью алкоголика ну вот и я помню вот что я ужасно на тот момент я не знаю что меня так испугало бог наверное я не знаю не знаю нет у меня ответа на этот вопрос и так 10 октября 2017 года я оказался в реабилитационном центре это был первый день мульт моей трезвости я об этом не знал если бы я знал что 10 октября начнется моя трезвость которая продлится больше к счастью я не знал если я знал я бы 9 выпил бы столько много что наверное не дожил бы до 10 до это слава богу что я не знал что да то есть вот и вот реально да я бы я бы сдох бы до этого и там началась моя трезвость и там началось мое знакомство с анонимными алкоголиками с программой 12 шагов о которой мы поговорим после перерыва спасибо большое что послушали спасибо